Здравствуйте! Приветствую вас на своем видео канале! Сегодня решил написать видео на очень важную я бы даже сказал периодически жизненно важную тему! А именно как правильно пить щелочную воду утром! Щелочная вода достаточно активное лечебное средство! Но только при правильном ее применении вовремя выпить щелочную воду! Вы получаете положительные свойства! И у вас не появляются отрицательные эффекты! Которые присущи любому лечебному средству! Включая щелочную воду! И это важно знать! И правильно! Главное вовремя использовать! Поэтому если вы просмотрите это видео до конца! В нем я, врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко! Автор десятков опубликованных научных статей! Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах! Часть из которых вы можете легко приобрести через интернет! Расскажу вам! При каких обстоятельствах конкретных, четких вам не просто нужно, а жизненно важно выпить щелочную воду утром! Иначе у вас резко возрастает кардиологический риск! И как минимум встреча с врачом-кардиологом вам сегодня может быть обеспечена! Также вы узнаете когда вам не стоит утром пить щелочную воду! И только таким способом помогать своему здоровью! А нужно выполнять какие-то другие дополнительные действия! И также вы узнаете обстоятельства когда не стоит утром пить щелочную воду! Потому как щелочная вода может только усугубить те проблемы, которые вы уже, увы, имеете! Смотрите это видео дальше! И я думаю, что вы будете больше знать о щелочной воде! И когда ее стоит пить утром! И когда не стоит утром пить щелочную воду! Когда же не стоит утром исключать щелочную воду из своего рациона? Если вы проснулись, а есть чувство жажды либо сухость во рту! Эти признаки показывают разные степени обезвоживания организма! И знак равенства! Присутствует высокая вязкость крови! Иными словами! Как только вы из положения лежа переходите в положение сидя, стоя, начинаете ходить или бегать по утрам! А сухость во рту либо жажда у вас уже присутствовали! Вы очень серьезно рискуете! Вы вынуждаете сердце перекачивая густую кровь создавать кардиологический риск который в этом случае появляется сам по себе! По вашей собственной инициативе! Если сердце хватит! Оно повышает артериальное давление! И тестируйте сосуды на прочность! А сегодня атерослероз в сосудах статистика говорит о том, что у мужчин стартуют изменения в сосудах с возрасте 20-25 лет! У женщин с 35-ти летнего возраста! Это не такой древний возраст! Не так как это было буквально 40-50 лет назад! Когда атерослероз стартовал с возраста 60-70 лет! Чаще всего! И в этом случае вы серьезно рискуете! Если же мощности сердца не хватает! Чрезмерно увеличивается частота сокращения сердца! Вы рискуете либо аритмией! Либо сердце может не выдержать! И возникнут совершенно другие особенности! Которые легко предотвратить! Если вы просто проснувшись! Понимая проблему! Просто выпили стакан щелочной воды с утра! И сделали кровь более жидкой! А дальше вы совершаете эти действия! Чтобы не повторять ошибку! С которой вы проснулись! И делать так! Чтобы утром у вас ни сухости во рту не было! Ни жажды! Также возможен вариант! Человек просыпается утром! Смотрит в зеркало! А есть темные круги под глазами! Это также показывает наличие густой крови! Но воды при этом в кровеносной системе хватает! Кровь густая! Она растягивает капиллярчики! И они просвечивают под кожей! И показывают, что кровь густая! В этом случае также вам нужно выпить стакан щелочной воды утром! А на протяжении дня в дальнейшем выявлять те причины! Которые привели к такому состоянию кровеносной системы! И состоянию крови! Возможно вы накануне слишком много работали! Возможно ночью не спали! Либо плохо спали! Чаще всего сочетаются несколько процессов! Иными словами, вы организм используете как можете! А он восстанавливается тоже как может! И темные круги под глазами показывают, что кровь не восстановилась! И любые нагрузки при такой густой крови повышают кардиологический риск в любое время! И у вас также возможно встреча с кардиологом не запланированная! Но по вашей инициативе! Несколько хуже! Если не только темные круги под глазами у вас присутствуют! Но и холодные кисти! Холодные стопы! С точки зрения классической медицины! Это отражает значительную слабость сердечной мышцы! Которая не может обеспечивать циркуляцию густой крови во всем организме! И идет централизация кровообращения! Иными словами предшоковое состояние! Ну так скажу грубо! Сердцу мощности не хватает! Кровь доходит по запястью до шунта! И тут по шунту уходит обратно! Теплоноситель не попадает в кисть! Кисть становится более прохладной! То же самое происходит со стопами! И это более серьезный сигнал! Чем темные круги под глазами! Либо сухость! Либо жажда! Сердечная суицкая система дает сигнал, что ей не хватает! Следующий этап! Возможный этап! Централизация кровообращения идет дальше! И не имеют! Холодеют конечности! Это следующая стадия! При которой организм кровообращение локализует только туловище и голова! То есть обеспечивается только жизненно важные органы! А конечности оказываются обескровленными! Потому как сердце не в состоянии обеспечивать циркуляцию крови! В каждом из перечисленных случаев Конечно же помощь себе нужна! Щелочная вода с утра нужна! Это будет абсолютно правильно! Но! Это не панацея! Это просто скорая помощь здесь и сейчас! Которая позволяет вам не умереть! Скажу грубо опять-таки! Внезапно! В любой момент! Не потерять любой момент сознание! А поискать те причины! Которые привели к такому не самому хорошему состоянию вашей сердечно-сосудистой системы! Ну и организма в целом! Вот что делать! Какие признаки могут сказать вам! Да! Вы можете пить щелочную воду с утра! Или не стоит утром пить щелочную воду! А в большей степени нужно заниматься другими действиями! Эти обстоятельства вы узнаете прямо сейчас! Часто пьют щелочные воды при изжоге! Если у вас изжога с утра! И после приема щелочной воды у вас появилась отрыжка! Это говорит, что реально в желудке была кислота! И именно она раздражала пищевод! Но! Злоупотреблять таким лечением не стоит! Нужно решать проблему в комплексе! Нужно решать проблему почему желудка идет антиперистальтика! Возможно есть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы! Возможно желудок ваш не привык работать в тех условиях, в которых вы его используете! Нет возможно режима питания! Нарушен рацион питания! И нужно корректировать эти составляющие вашего образа жизни! Ну а однократное воздействие щелочной воды в данном случае! Оно вам может помочь кратковременно! Но! Если вы будете злоупотреблять щелочной водой по утрам и гасить кислотность желудочного сока! Вы попадаете на атрофический гастрит! Вы попадаете на увеличенный риск рака желудка! Который в этих условиях развивается великолепно! У любого и каждого! И чем раньше возникнет атрофия в желудке! Тем выше вероятность развития на фоне атрофического гастрита! Рака желудка! Язвы! Которые часто превращаются в онкологию! Поэтому таким путем лечиться не стоит! Как симптоматическое лечение! Да! Пожалуйста! Как реальное лечение лучше не использовать! Также часто пьют щелочную воду утром при мочекаменной болезни! Но! В данной ситуации, конечно же, изменение PH мочи приводит к тому, что песочек, камни, которые находятся в почках, если они образовывались в кислых условиях, в щелочных они начинают растворяться! Но! Пока щелочная вода дойдет до почек, до выхода из вашего организма, у нее есть достаточно серьезные проблемы пути! Первая проблема – это состояние желудка! Если в вашем желудке нормально вырабатывается пищеварительный сок, вырабатывается соляная кислота, она может легко и просто пищевую соду превратить в обычную поваренную соль! Которая, всасываясь в кровь, будет нарушать работу почек, уменьшать образование мочи и способствовать дальнейшему росту солей в почках! Только в том случае, когда кислотность желудочного сока будет подавлена, пищевая сода имеет шанс пройти в тонкий кишечник и оттуда всосаться в кровь! И выделиться частично через почки! Часть ее будет выделяться в составе желчи! И PH желчи 8,5 обеспечена именно пищевой содой! Поэтому не вся сода дойдет до почек! Часть будет в составе желчи участвовать в процессе пищеварения! И вроде как здесь плюс получается! Но! Плюс со стороны почек получается очень дорогой ценой! Ценой нарушения переваривания пищи! А в желудке стартует переваривание белковой пищи! И происходит один из этапов дезинфекции пищи! Нейтрализация кислого барьера желудочного сока! А базальная секреция присутствует всегда в большей или меньшей степени, пока желудок работает хорошо! Стоит ее нарушить! И с пищей попадают микроорганизмы в кишечник! Может развиваться легко! Дисбактериоз как минимум! Как максимум нарушается переваривание разных белковых продуктов! И у вас сокращается рацион! В этом случае чем меньшее количество продуктов питания вы можете переварить, тем хуже уровень здоровья у вас будет! Потому как цель не просто что-то съесть! А цель переварить съеденную вами пищу! Расщепить ее в пищеварительной системе на мельчайшие компоненты! И 500 примерно различных питательных веществ в составе крови с водой и кислородом попадают в клетки! Только после этого клетки отвечают высокой работоспособностью! Стоит нарушить переваривание пищи в желудке! И у вас возникают совершенно иные проблемы по здоровью! Начиная со снижения работоспособности! Снижение иммунитета! И различные заболевания от бактериально-вирусных инфекций! Грибковой инфекции! Прекрасно чувствуют себя при таком состоянии пищеварительной системы! Также возможно развитие и онкологических заболеваний! Которые также это иммунный дефицит! Поэтому если вы хотите пить утром по причине мочекаменной болезни пищевую соду в составе воды! То есть иными словами щелочную воду! Лучше соду использовать вместе с молоком! В этом случае желудок травмируется в меньшей степени! Но! Те соли, которые выделяются через почки и могут там оставаться как в виде песочка, так и в виде камней! Это продукты неправильного переварения той пищи, которую вы употребляете! Какую-то пищу возможно вы употребляете в большем количестве! Возможно сочетание продуктов нарушаете! Правильные для вашего организма! И следствием мочекаменной болезни! Образующиеся в организме соли! Часто откладывающиеся в лоханках почек в виде песка либо камней! Можно растворить и вывести! Но! Не все используемые с этой целью средства и методы одинаково безопасны как для собственно почек и мочевыделительной системы в целом! Так и для организма в целом! И щелочная вода! Либо часто используемая для ее приготовления в домашних условиях пищевая сода! Не исключение! Щелочная вода может изменить PH мочи! И способствовать растворению солей оксалатов кальция, уратов, мочевой кислоты! Только в том случае если у вас был рацион смешанное питание! Либо вы увлекались продуктами животного происхождения! Если же вы по любой иной причине не касающейся мочевыделительной системы хотели использовать щелочную воду для улучшения вязкости крови, снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему! Для укрепления иммунитета! Вы можете попасть на серьезную проблему! На этом рационе, если вы используете вегетарианство либо сыроедение! И так моча уже слабо щелочная! И легко образуются фосфаты или бакарбонаты! И щелочная вода может только усугубить это состояние! Поэтому если у вас рацион соответствует сыроедению, вегетарианству, не стоит утром пить щелочную воду! Это не самым лучшим образом может отразиться на вашем здоровье! Также если вы использовали щелочную воду для растворения каких-то песка либо камней в почках, образовавшейся в кислой моче, но у вас оказался слабым желудок! Иными словами, пищеварение в желудке может ухудшиться! И образование солей после того, как вы их выведите! Первый раз щелочной водой ускорится! Соли могут образовываться разные! И состояние почек будет ухудшаться быстрее! Это тоже нужно учитывать! Также в случае, если вы хотите похудеть! Часто используют щелочную воду для похудения! Это супер хороший способ быстрого похудения! Но очень дорогой ценой! Не по цене воды или щелочной воды либо пищевой соды в воде! А по конечным результатам! Нарушение процесса переваривания пищи способствует быстрому похудению! Пища ведь не переварилась! Вы не можете использовать заложенные в ней калории! Но! Эти калории используют патогенные микроорганизмы в кишечнике! Ценой развития дисбактериоза! И вы проживаете два дня по паспортному возрасту! Или по календарю! А по биологическому либо по степени износа своего организма три дня! Скорость износа организма ускоряется! Ведь полезные вещества вы не получаете! А патогенная микрофлора выдает вам свои продукты жизнедеятельности! И сокращает продолжительность вашей жизни! Как худеть правильно? Такие видео есть на моем канале! Есть разные средства! Разные способы! Как это делать правильно без ущерба для вашего здоровья! Один из них — борщевая диета! Борщевая диета для похудения — это быстрое похудение! Безопасным для вас способом! Главное, что результат потом остается с вами! Я имею в виду достигнутый вами вес! Он не возвращается, если вы питаетесь дальше правильно! Если же вы хотите! Часто используют щелочные воды! Используют лечение содой для укрепления иммунитета! Вот здесь физиологической связи между этими процессами я ее не вижу! Ее на мой взгляд просто не существует! Изменение PH средств в организме и укрепление иммунитета — это разные вещи! Иммунная система — хотим мы того или не хотим — работает на белках! Белки, вырабатывающиеся в иммунной системе, способствуют тому, что контролирует ваша иммунная система! Сотни видов бактерий, десятки видов вирусов, грибковые инфекции, онкоклетки, которые постоянно образуются в организме человека! И пока вы смотрели это видео, ваша иммунная система при хорошей работе уже уничтожила, судя по его продолжительности, минимум три злокачественных опухоли! Главное ей помогать в этом процессе! А помощь — это шведский стол из разнообразных белковых продуктов! Неважно, растительного или животного происхождения! Лучше — микс из них! Так надежнее для вашего организма! Чтобы ваша иммунная система не искала, где взять недостающую одну аминокислоту! Чтобы выработать тот интерферон, который будет отмечать клетки, зараженные вирусом! Либо прикрепиться к бактерии, либо прикрепиться к онкоклетке! И по этой черной метке — иммунная клетка, снабженная своим самым лучшим оружием! Оружие иммунной клетки — это белки-ферменты! Которые могут расплавить стенку клетки, зараженной вирусом! Либо стенку бактерии! И переварить ее изнутри! Так как это делает паук! Поймал муху! Впрыснул ей ферменты! Муха переварилась! Гидролизат продуктов переварения этой мухи паук употребил! И чувствует себя прекрасно! Примерно так же работает и ваша иммунная система! По очереди уничтожая различные патогены! Иммуногенный материал! А иммуногенный материал — бактерии, вирусы, онкоклетки, старые клетки, грибковые инфекции! Все что угодно! Все что чужеродную информацию несет — иммунная система должна уничтожать! И переваривать с помощью своих белков ферментов! Чтобы помочь вашей иммунной системе эффективно справляться с разнообразными патогенами! Я имею в виду возбудители бактериальных, вирусных, грибковых инфекций! Постоянно образующиеся онкоклетки! Постоянно попадающие в разном качественно количественном составе различные токсины из окружающей среды! Ей нужно помогать правильно работать! Известные противораковые средства — имбирь, куркума, лук, чеснок и похожие средства не убили еще ни одной онкоклетки ни у одного человека! Хотя многие считают их противораковыми! Просто очень сложно съесть такое количество имбиря либо чеснока, чтобы создать у онкоклетки уж такие неблагоприятные условия чтобы она погибла! Значительно проще было бы убить онкоклетку порцией прокисшего борща, взнившей колбасы, испорченной рыбы! Но от этих продуктов питания страдает организм в целом! Онкоклетки при этом прекрасно себя чувствуют и выживают в этих неблагоприятных условиях! Человек может отравиться этими продуктами и умереть! А опухоль никуда не денется! Но и лук, и чеснок, и имбирь, и куркума и другие подобные средства растительные помогают бороться с онкоклетками! А некоторые могут помочь даже и вылечить онкологию! Если вы их правильно комбинируете с другими продуктами питания! Способствуя перевариванию этих продуктов питания Ваша иммунная система наконец получает шведский стол для своей работы в виде нужного количества аминокислот как по количеству, так и по качеству! И в данном случае она будет эффективно работать! В этом случае вы получаете плюс! И с этой точки зрения если вам нужен иммунитет! Если вам нужна борьба с онкологией! Либо предупреждение ее! Вопрос! Стоит утром пить щелочную воду? Или не стоит пить утром щелочную воду? Скорее нет! Чем да! Щелочная вода будет нарушать работу желудка и нейтрализовать кислоту соляную! И по этой причине переваривание белков будет нарушаться! Иными словами, ваша иммунная система не сможет получить все заложенные полезные вещества из той пищи, которую вы употребляете! Поэтому в этом вопросе на мой взгляд ответ однозначен! Не стоит утром пить щелочную воду! А стоит пить иную воду! Я бы сказал кислую! Или кислотную! Или подкисленную! Тут название может быть любым! Но! Самый простой вариант с утра в данном случае для укрепления вашего иммунитета это коктейль болотного! Такое видео есть на моем канале! Это вода! Мед! И какой-то подкислитель! Будет это лимонный сок! Будет это яблочный уксус! Это уже ваш выбор! Что у вас есть под руками! Что вы можете использовать с этой целью! Коктейль молотого попадая в желудок раздражает стенку желудка! И если нет явления гастрита, язвенной болезни усиливает процесс переваривания пищи! Которую вы употребляете вскоре после этого коктейля! И пища лучше переваривается! Попадая в кишечник, коктейль молотого активирует работу печени и почек! И улучшает работу организма в целом! И в этом случае вы получаете плюс как по здоровью, так и по иммунной системе! Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычным подписчиком моих каналов словами Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! И пока вы думаете кому отправят ссылочку на это видео Не забудьте поставить лайк! Если вы не подписались, подпишитесь! Более 700 различных видео только на этом моем канале есть! Они на разные темы, касающиеся профилактики, лечения Средствами официальной медицины Больше средствами народной медицины! Чтобы ваше здоровье было лучше! До новых встреч на моем канале! До новых встреч! Еще надеюсь!